Перед Музеем журналистики и новостей в Вашингтоне вместо регулярных первых полос ведущих американских изданий черные плакаты с надписью «Без новостей». Здесь также выставлены фотографии журналистов, которые погибли в прошлом году, выполняя свою работу. Таким образом, организаторы этой акции и ежегодные памятные церемонии напоминают миру о значимости одной из самых опасных профессий – профессии журналиста. В этом году, по данным Комитета по защите журналистов, погибли 80 репортеров. Именно 14 из них сегодня появились на стене памяти. Корреспондент агентства Associated Press Кэти Гэннон говорит, что она чудом не оказалась в списке погибших журналистов. Освещая президентские выборы в Афганистане, она была ранена, когда автомобиль, в котором она ехала вместе с коллегой, попал под обстрел. Для ее коллеги и 48-летнего фотографа Ани Нидрингхаус это стало последним журналистским заданием. Кэти Гэнон, пережив 15 операций, собирается вернуться в конфликтную зону. Если повернуть время вспять, я бы сделала то же самое. И я знаю, если бы Аня осталась в живых, она согласилась бы со мной. Как только мои травмы заживут, я планирую снова отправиться в Афганистан и Пакистан. У меня еще много тем, которые я хочу расследовать и рассказать о них миру. Афганистан, Украина, Израиль, Либерия, Сирия, Центральная Африканская Республика, сектор Газа стали самыми кровавыми для журналистов регионами. Вряд ли без работы этих журналистов мы смогли бы получать новости того качества, к которому мы привыкли. Да, мы бы знали по официальным сообщениям, что в Африке вирус Эболы убивает людей или о каких-то выборочных событиях в той или иной конфликтной зоне. Но благодаря таким журналистам мы узнаем о человеческой стороне конфликтов, войне и эпидемии. Мы начинаем задавать больше вопросов и требовать ответов от тех, чьи решения могут повлиять на жизни тысяч людей. В списке погибших за прошлый год немало имен независимых журналистов. Многие ведущие СМИ и новостные агентства для снижения расходов предпочитают сотрудничать с фрилансерами. Независимыми журналистами были Джеймс Фоллей и Стивен Сотлов, жестоко убитые. Боевиками исламского государства в Сирии. Джеймс Фоллей потерял свою жизнь, пытаясь, по словам его родителей, показать миру страдания сирийского народа. Казань второго американского журналиста Стивена Сотлафа шокировала мир. У каждого человека есть две жизни. И вторая жизнь начинается тогда, когда ты понимаешь, что осталась одна. Эти слова мой сын написал, когда он находился в плену уже 13 месяцев. Он начал осознавать, что уже не вернется домой. Говоря о своей второй жизни, он попросил нас не скорбить по нему, а наоборот, в память о нем, наслаждаться свободой, которой у него не было. Родители журналистов говорят, что они до последнего момента верили, что правительство США добьется освобождения их сыновей. Однако спецоперации по освобождению были неудачными. По словам родителей Фолли, федеральное правительство бросило их сына. Другая зона конфликта – Украина. Здесь, по данным Комитета защиты журналистов, погибли 11 журналистов. Среди них ведущий журналист украинской газеты «Вести» Вячеслав Веремий. Он писал на острые социальные темы. Частично потеряв зрение в результате травмы, полученной во время Евромайдана, через месяц он был смертельно ранен. На него напали неизвестные в масках с битами и оружием. Журналист умер в больнице на операционном столе. Сегодня на стене памяти в Музее журналистики 2271 имя. Отчет ведется с 1837 года. И это лишь малая часть тех, кто рисковал жизнью, чтобы получить ответы на свои вопросы. Ануша Витисян, Дмитрий Шахов. Настоящее время. Вашингтон.